Приветствую вас, уважаемые друзья! Несколько типовых зарисовок на тему мужского воспитания и поведения. Идет семейная пара. Мужчина, женщина, ребенок. Мужчина выбежал из магазина, несет пакет, женщина заглядывает в этот пакет и начинает очень громко при ребенке песочить мужчину. Мол, какого хрена он взял это масло, а не то, которое я просила? Мужчина начинает что-то вяло говорить в ответ, мол, того не было, я взял это. И женщина говорит, вот и посылай тебя теперь! Все приходится делать самой, прямо при ребенке. Ребенок непонимающим взглядом смотрит на отца. Отец что-то там буркает в оправдании, потом смотрит на своего сына, толкает его локтем и говорит, вот сын, посмотри, не женись никогда! Иначе посмотри, как будет получаться. Еще одна зарисовка. Идет. Ребенок держит в руках игрушечный автомат, стреляет во все стороны, бегает, кричит, изображает боевые действия. Нормальное поведение для пацана. Полетется сзади папашка со скучающим видом, идет впереди мать, не выдерживает и говорит, хватит его направлять на всех, надоел уже, ну-ка, дай его сюда! На отца кричит, отними у него автомат! Папашка подходит, а с таким скучающим взглядом, сын, отдай автомат, не надо его на других направлять. Участвует он в данный момент в воспитании мужчины? Я думаю, нет. Он участвует во всем, чем угодно, только не в воспитании мужчины. Еще одна зарисовка. Несколько человек, несколько семейных пар стоят, общаются вокруг дети, мужчины что-то говорят, и жена одного из мужчин начинает громко при всех критиковать его. Да что ты такое говоришь? Что ты понимаешь? Да не слушайте его, нифига он не понимает в этом. Говорит это достаточно громко, достаточно пренебрежительно. Дети, наверное, воспринимают это уже как само собой разумеющимся. Да мужчины стоят, очень грустно улыбаются, женщины так понимают, щекивают, мол, правильно. Вот это правильная ситуация? Будет ли такого мужчину в будущем слушать его сын? Я думаю, нет, потому что он четко понимает, что вот 5-10, у кого яйца в этой семье, вот у этого существа, либо вот у этой самки, наверное, вот у этой. Что бы он ни делал в будущем, уважение очень жестко подорвано, и причем подрывается оно с самого детства, в таких вот бытовых проявлениях. Очень часто можно наблюдать семейные пары, которые идут, дети вокруг них бегают, и вот они идут и вяло переругиваются. Наверное, другого стиля общения у них уже нет. Это правильно? Да нет, друзья. Если такое получается, особенно при людях, при детях. Если это первый раз происходит, наверное, мужчина как-то может отвезти женщину и любым способом, тактично, да, донести следующую информацию, что, дорогая, вот то, что сейчас происходит, это очень неправильно и некорректно с твоей стороны. Пойми одну простую вещь. Смотрят дети, смотрят другие мужчины. Это бьет, по-моему, авторитету. Это, мягко говоря. Так что посмотри, пожалуйста, как бы сильно я тебя не любил. Любой мужчина, как бы сильно он не любил женщину, он не может позволять такую линию поведения. Это подрывает его мужской стержень. Биохимические процессы гасят, которые отличают его, как мужчину, да, от женщины. То есть он перестает быть мужчиной даже на уровне биохимии. И эта модель поведения абсолютно невозможна, и мы к этому больше не возвращаемся. Если это происходит один раз, это ладно, но глупо обвинять женщину в том, что она иногда позволяет себя вести как женщина. Но если это происходит второй, третий, четвертый раз, то, наверное, надо немножко разобраться в себе, что ты делаешь не так, как мужчина, да? И являешься ли ты мужчиной вообще? Особенно, если это происходит при других, и тем более при детях. Любой мужчина должен понимать, когда он переругивается со своей женщиной при ребенке, это тоже подрывает его авторитет очень сильно в глазах детей. Ну, нормальная мужская линия поведения – это не допускать никаких скандалов между своей женщиной, между друг другом при детях. Абсолютно нормальная линия поведения. Если надо что-то выяснить, это выясняется, но причем выясняется это нормальным языком, и дети не должны видеть вот эти вот скандалы, постоянно вяло текущие. Значит, что же это получается? Женщина может постоянно песочить мужчину, мужчина может постоянно песочить женщину. Очень слабая такая линия отношений получается, и ребенок не привыкает и считает ее нормальной. Мужчина не должен этого видеть вообще в принципе. Да и, наверное, кричать на ребенка, что он бегает и размахивает оружием игрушечным, тоже как-то неправильно. Надо донести изначально, что у нас сын растет. Давайте мы не будем воспитывать как девочку. Когда какие-то жены-ненавистники собираются и начинают вот это все обсуждать, практически всегда возникает ситуация, когда идет обвинение женщин. Что посмотрите, как они себя ведут. Вот что это такое? Совсем с цепи сорвались. Они подавляют мужчин. Везде, в любом обществе, где женщины доминируют, посмотрите на Европу, гомосеки одни, наркоманы, ювенальные юстиции, да все что угодно, феминистки. Твоё, ну, это как надо не уважать мужской стержень, как его надо не иметь, чтобы допускать возможность, что женщина у тебя отнимает возможность быть мужчиной. Ну, ты как-то вообще немножко понимать должен, что ты говоришь. Ни одному нормальному мужчине, у которого с тестостероном все в порядке, у которого с интеллектуальным развитием все в порядке и с самооценкой, ни одна женщина не позволит отобрать право быть ему мужчиной. Ну, что это такое? Когда ты обвиняешь в чём-то женщин, ты допускаешь, потому что они тебя в чём-то победили. Ребят, давайте себя уважать и мужчинами быть. Любую неправильную линию женского поведения можно изначально не допустить, если у тебя мужской вот этот стержень есть, если у тебя есть мужское понимание, как себя надо вести. И какие моменты допускать можно, какие моменты допускать нельзя. Нельзя допускать прилюдного скандала при других людях, при других детях. Если женщина начинает это делать, надо объяснить. Ещё раз, ещё раз повторю, что сказать, как бы сильно я тебя не любил, но для мужчины это абсолютно недопустимая ситуация. Если он хочет мужчиной остаться, я хочу. Так что к этому мы больше не возвращаемся, поверь. Принципиально здесь проверять не надо. Друзья, везде, где есть сильные мужчины, там везде нормальная политика отношений между женщинами и мужчинами. Причём это никогда не подавление женщин в самом жёстком проявлении. Это чёткое взаимодействие между мужчиной и женщиной, симбиоз. Это нормальное отношение, где есть любовь, где есть страсть и всё остальное. Но там есть и уважение. Если мужчина позволяет себе вести себя так, что на него могут кричать, что его могут при детях песочить, что его могут песочить при других людях, он со всех точек зрения не мужчина. И женщину обвинять в этом? Ладно, один раз можно, если она дура и позволила себе это, да? Ну, как-то объясни. Если мне приводят пример, вот есть хороший парень, и им крутит какая-то вот непорядочная женщина. Ну, я так скажу, хороший парень это не профессия. Надо быть немножко пожёстче, наверное. Интеллект надо развивать. Быть хорошим парнем это нормально. Но хорошим каким? Добрым, да? Надо уметь свою линию гнуть тоже. Мужскую надо уметь быть мужчиной. Я больше чем уверен, если его песочит женщина, если крутит им женщина, то им крутит кто угодно на работе. Он не может отказать, он не может сказать нет, он не может продавить какую-то важную вещь. Он со всех точек зрения мало похож на мужчину, я думаю. Друзья, когда мы допускаем, что женщина в чём-то виновата, хотя это природно сложилось, что мужчины всегда сильные, а женщины должны действовать хитростью, и практически всегда они эту хитрость пытаются включать, и всегда пытаются, как вода, найти слабые места. Ну, давайте делать так, чтобы каких-то основополагающих слабых мест не было, и чтобы мужская линия поведения не разбивалась бы о какие-то женские природные особенности. Это абсолютно нормально, это тысячу лет существует, это не только сейчас в толерантной Европе появилось. Ни одна женщина не может помешать нам быть мужчиной. Ни одна женщина не может помешать нам участвовать в воспитании сына, именно с той точки зрения, что воспитывать его как мужчину. Всегда есть слова у мужчины, чтобы донести их до женщины, чтобы женщина их поняла. Всегда. Если это мужчина. Обращаем внимание на себя. Не позволяем, прежде всего, себе иметь такие качества, которые позволяют женщинам тебя давить. Если есть недостойные женщины, ты должен обладать такими качествами, которые позволяют тебе с ними не иметь дел. Если тебя женщина песочит, значит, надо понимать, что надо обладать такими качествами, чтобы это больше не происходило. И хватит обижаться. Хватит быть похожими на этих обиженных постоянно мужичков, которые вопрошают, женщины шлюнь. Да что вот такое происходит? Да вот надо им их место показать. Да не надо женщин лечить. Не надо их ставить на место. Это мужчины будут. И женщины будут вести себя правильно. На себя обращаем внимание. И участвуем в воспитании детей, мужчин, с точки зрения того, чтобы они росли мужчинами. Рядом с ними боимся показать пример слабого поведения. Отсутствие мужского стержня боимся показать. И делаем все, чтобы у нас этот стержень был. И чтобы не было в нашей жизни ничего такого, что нам бы его гасило. Это все. Очень простая логика, которая существует, наверное, не одну тысячу лет. Не надо быть мужчинами, которые вечно обижены. Обиженные – это потерпевшие. Но мы должны вести себя, как люди, которые сами решают свою судьбу и сами создают события, которые эту судьбу делают лучше, сильнее, энергичнее. Удачи и силы. Будем мужчинами. И все будет очень и очень хорошо.